Это состояние очень вызывается большую энергию, большим напряжением, особенно боль в позвоночнике идёт, и слух о потере при этих опытах, потере зрения, резкая потеря даже в другой раз. Кто-то из учёных видит, что передвигается предмет, а я даже не вижу этого. Вот настолько сильные изменения в организме происходят. Я не могу вам никакой природы объяснить. Природы явления должны объяснять учёные, но не я. До сих пор окончательной ясности в механизме телекинеза, такого объяснения, основанного на процессах физических, до сих пор, в сущности, ещё не сделано. Хотя открыто удивительное явление, которое происходит во время этого опыта. Было открыто образование щелчков. Эти щелчки просто были слышны. И вот решили применить микрофоны, и действительно обнаружились такие щелчки на манер пулемётных, только беспорядочной такой пулемётной очереди. Когда она напрягалась, то можно было эти щелчки регистрировать. Визуально, поскольку с микрофона можно было подать на электронно-лучевой осциллограф, на этом осциллографе на экране видели, как эти щелчки идут один за другим импульсом. Это самый первый опыт, который позволил установить контакт с физикой этого любопытного явления телекинетического. Затем выяснилось, что у кулазины из рук вылетают комплексы молекул, и эти комплексы несут на себя заряды. Эти заряды могут быть зарегистрированы с помощью электрометра, расшифрованы. И тут выяснилось, что это полёт физических частиц к корпусу. А правда ли, что эти частицы могут вызывать у людей не очень приятные ощущения? При сильном напряжении кулазины или при длительном действии её частицы, попадая на кожу, вызывают ожог в любой степени, вплоть до струбьев. Прохладные ощущения. Как лёгкое сжение. Нарастает, нарастает. Быстро нарастает. Быстро, как приличное уже сжение. Сильный, сильный возраст. И неприятно. Уже неприятно, да? Это же не сразу всё тоже пришло, и я не сразу научилась этому. По несчастью. Связаны были с болезнью. Были такие моменты, что у меня начали произвольно гореть очень ноги. Начинается ожог. Просто вот как... Ощущение, что горчичник, когда он очень свежий, лох сильно пошёл. Однажды горели так обе ноги, что и не знали, что делать. Терпеть можно? Пока ещё можно, но... Даже в гоненаде. Уже очень сильно. И потом мне муж сказал, что попробуй вот эту энергию, это очищение, передавать на меня. Просто угодно. Терпеть, наука-то требует жертв. И когда я стала тренироваться, передавать это всё на его, греть его, он почувствовал это... Вот такое явление тепла. Ожога. Простое впечатление, что вот как к раскалённому тюгу я себя прикоснулся. Профессор Бородинский выдержал подольше, решил посмотреть, чем это всё кончится. И потом неделю у него существовался самый струб ожоговый, засохший. Ощущение, как... Ну, как после ожога горчичника. Я просто никогда так не был, не ожигался. Вот, но, чёрное, если прислониться к утюгу, наверное, тоже самое. Веческих высказываний. Профессор Бойф. Нельзя сказать, что я верил в возможности наличия таких феноменальных, уникальных свойств. Будь то и кулагина, будь и другой. Эти химические опыты немножко из того, как Фома неверующий был переобращен в другую веру. Генела Сергеевна имеет способность воздействовать на пластическую массу таким образом, что оставляет на ней след. Фактически, дактилоскопический отпечаток. Прошу вас, пожалуйста. Воздействие на пластмассу заключается в том, что, как мы сейчас увидим, здесь будет помутнение. Меняется структура. Так, а вы снимаете? Вас интересует, что можно нанести на руку, чтобы не смыла вода и не смыл спирт. Появились отпечатки. Эта пластмасса не боится кислоты, она боится растворителей. Чтобы начать растворять, растворитель должен быть в жидком состоянии. А как удержится в жидком состоянии растворитель, который был снят водой, а потом еще и спиртом? Вот контрольная пластмасса. Я могу сколько угодно работать. Даже касаться ничего не получится в минуту. Хорошо, а есть ли растворитель на руках в твердом состоянии? Например, порошок. Значит, порошок, коснувшись этой вещи, ничего не может ей сделать. Чтобы вещество провзаимодействовало, необходимо, чтобы оно было растворено. А мы имеем твердое вещество. Это не смывает ли? Нет, это можно как угодно. Давайте спирт попробуем смыть. И тампончик мне, пожалуйста. Спасибо. Осталось навсегда. Понимаете, руки. Золотые руки. Какой кислоты нет у меня? Нет, у вас нету магнитов возле талии и еще где-то. Но магниты здесь ни при чем. Мы начинаем опыт с ацетатными нитью. Ацетатная нить. Вот она. Нова Сергеевна воздействует. Нить порвется. Вы натяните, Леонид Абрамович, наоборот, потому что она провисает там. Я специально нить не натягиваю, чтобы не было впечатления, что я помогаю разорвать ее. Нить порвана. Разрыв, который сделала Минелла Сергеевна, какой природы, я не знаю. Никто не знает. Вот это феномен был в лагере. Профессор Балезек. И нам повезло. Мы имели возможность наблюдать способности Минеллы Сергеевны. И что сразу хотелось бы подчеркнуть. Понимаете, они очень многообразные. Они касаются и таких заболеваний, как воспалительные, сосудистые, опухолевые и так далее. Ну, сразу скажу, что мы не заставляли Минеллу Сергеевну заниматься лечением. Ну уж, что вы хотя бы есть, в самых отчаянных случаях мы действительно к ней иногда обращались. Бывают такие случаи, когда уже стоит вопрос об ампутации. Нужно отрезать ногу, поскольку она уже погибла. Ни тем не менее, каким-то непонятным пока для нас образом, Минеллу Сергеевна имеет возможность восстановить проходимость сосудов и все потом обходится. Профессор, сегодня предстоит сложнейший эксперимент. И может быть, не кто-то, а именно Кулагина будет нуждаться в медицинской помощи. Да, ее объективно выявляется тяжелейшее актуаление. Ну, за 3-5 минут бывает, допустим, что в сердечно-сосудистой системе давление у него повышается так, что наши приборы перестают определять его границы. Учащается пульс, ну, почти до состояния патологического, такого трепетания, предсердий. Ну, изменяется дыхание, изменяется кровообращение. Ну, и даже такие вот происходят изменения, как резко повышается концентрация сахара, резко увеличивается концентрация других биологически активных веществ. Вряд ли это бывает даже вот со спортсменами, выполняющими самые тяжелые физические упражнения. Сейчас мы посмотрим опыт, который, возможно, станет последним в практике Кулагина. Дело в том, что уже через месяц после этой съемки у Нинель Сергеевны случился обширный инфаркт, третий в ее жизни. Сомнительно, что кто-нибудь рискнет снова проводить с ней подобные опыты. Впрочем, вернемся к эксперименту. Эдуард Степанович, а все-таки как насчет возможного использования магнитов вот в этом опыте? Когда мы работаем, мы стараемся исключить всякие подозрения. Мы достаточно подстраховываем эксперимент, следим за каждым движением, разоблачить с магнитом очень просто. В общем-то, магнит выдаст себя многократно. Профессор Дунев. Есть предположение, что Нинель Сергеевна в процессе своей работы излучает импульсные магнитные поля. Это предположение на свое время было проверено специальными измерениями. Вот в сегодняшнем эксперименте мы хотим эту точку зрения еще раз проверить. Для этого пригласили специалиста в области магнетизма Эдуарда Степановича Вершкова и я попрошу прокомментировать тот опыт, который сейчас мы проведем. Так, ну, мы попытаемся измерить тот магнитный эффект, который Нинель Сергеевна создаст своим усилием. Нинель Сергеевна часто бывает довольно далека от того, что она делает. То есть нельзя подозревать, что она какой-то эффект заранее может сымитировать. Она работает по программе, которую ей сообщают в момент эксперимента. Она заранее не может знать обстановку, в которой это будет представить. Она не видит заранее тех приборов. то есть она работает ну, вот так, в такой спонтанной ситуации. И при том, несмотря на то, что и возраст, и силы не те, Нинель Сергеевна совершенно безотказна, бескорыстна, она, ну, я бы сказал, совершает своего рода гражданский подвиг. Вот сейчас видны только фоновые изменения, изменения лабораторного поля. Вот, обратите внимание, вот заметалась стрелка, вот, вот смотрите, это совершенно, вот сейчас отклонения достигали, ух, видите, вот почти за шкал, да, это две с половиной тысячи грамм. Так, Нинель Сергеевна, если вам трудно, можно не продолжать, потому что это и так слишком убедительно. Да. Это, да. Ой, это вот обычно в режиме воздействия, поскольку прибор регистрирует только эффективные составляющие, ну вот наблюдаются такие метания стрелки. То есть это та картина, которую мы наблюдали не раз и раньше. Ее трудно чем-то иначе сымитировать. Так что выразительно, внезапно Нинель Сергеевна, все, 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 на шердах блестяще. Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан 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 Добро пожаловать в Казахстан